Патриотично настроенные, крепкие духом люди, которые любят свою родину, малую и большую. Именно такими, по мнению губернатора Сергея Баженова, являются участники 4-го по счету регионального молодежного форума «Волга-2012». Сегодня глава региона побывал на острове Сарпинский, где проходит форум, и принял участие в отборе социальных проектов, подготовленных молодежи к предстоящему празднованию 70-летия Сталинградской битвы. Антон Талпо наблюдал за всем происходящим. На форуме «Волга-2012» авторы лучших социально-патриотических проектов в сфере молодежной политики. Они были отобраны из 193 претендентов на гранты правительства региона. Правда, кто именно из них получит финансирование, предстояло решить губернатору. Сегодня волнительный такой день. Почему? Потому что все, кто представляли проекты, в первую очередь патриоты земли российской. История Волгограда в лицах, люди и герои. От казачьей вольницы 16 века до сегодняшних дней. Реконструкторы предложили в дни празднования Победы под Сталинградом организовать серию военно-исторических обучающих программ и интерактивных выставок. Молодежный парламент, в свою очередь, решил оснастить культурные объекты Волгограда специальной системой. Она позволит при помощи планшета или смартфона узнать всю информацию о достопримечательностях города-героя. Но особое внимание губернатора привлек проект «Общая победа». Его авторы собираются организовать выставку, на которой будут представлены вещи красноармейцев разных национальностей, обронявших Сталинград. В итоге, после небольшого совещания, жюри во главе с Сергеем Баженовым решил выдать денежные гранты на реализацию всех восьми проектов, добравшихся до финала. Сегодня все проекты, которые представлены, получают лучшую оценку, и каждый из этих проектов получает финансирование. Я прошу поменять протокол. Это финансирование будет за счет правительства в городской области. И мы будем продолжать эту работу. Главным критерием оценки проектов, по словам губернатора, был их патриотический настрой. Кстати, именно с вопроса о любви к родине Сергей Баженов начал свою беседу с участниками форума несколько дней назад. На вопрос, кто хочет остаться в России и работать на благо страны, тогда подняли руки абсолютное большинство форумчан. После чего представители разных молодежных общественных движений задали свои вопросы губернатору. Говорили о трудоустройстве, инвалидов, развитии спорта, поддержке молодых предпринимателей. Затронули проблемы волгоградских дорог. Ребят также интересовало, какие инфраструктурные проекты в регионе будут реализованы в ближайшие годы. Хочу задать избитый, конечно, вопрос. Это дороги волгоградские. Но определенный... Меня интересует определенный участок. Это улица Светово, конечная маршрутка 15С. Заявления писались неоднократно во многие организации. То максимум, что было сделано, в дырке вставлены палки и ограждено. Все. Вот что я вам скажу точно, что будет точно. Точно это то, что мы к 2014 году сделаем мост через Ахтубу. И точно, что в 2015 году мы сделаем соединенные дороги между двумя мостами. Также точно, что будет переезд через Гумрак. Также точно, что будут проходы через Тулака. Новая дорога. Это точно. Приятно удивили Сергея Баженова молодежные активисты из Приднестровья. Увидев продуктивную работу волгоградского форума, гости из Тирасполя предложили нашему региону сотрудничество. Реально ли на официальном уровне заключить сотрудничество, взаимодействие между нашим управлением, по-моему, должной политикой городом Тирасполя, столице нашей, и, безусловно, КДМом Волгоградской области. То есть на официальном уровне. Давайте мы нашему управлению внешнеэкономических связей поручим и правовому управлению отработать. И с городом Волгоградом заключить соглашение, если необходимо, с регионом тоже. Спасибо большое. Разрешите пружить, мы готовы. Вера у нас одна. Общение губернатора с участниками форума «Волга-2012» завершилось ужином у костра. Сергей Баженов приготовил для ребят шашлык по своему специальному рецепту. Антон Талп, Алексей Лунев, Александр Шишин, телекомпания «Ахтуба».